Добрый день, братья и сестры! Это воскресенье посвящается памяти одного святого человека. И удивительно для многих, что этот святой является в женском естестве. Это Мария Египетская. Это такая угодница Божия, которая особенно показала, что такое покаяние. Не только для себя, для людей, которые ее окружали, для всего мира, для всех времен и народов. Вот ее знает каждый христианин, кто ходит в храм, он знает эту святую. Что же нам показала в покаянии Мария Египетская? Она нам показала глубочайшую пропасть, падение. Куда можно упасть человеку? То есть вот она определенные годы, 17 лет, проводила в страшном грехе. А затем, вот вроде бы выхода нет, она нам показала не просто покаяние, она нам показала плоды покаяния. Когда она молилась и старит за Сима, будучи девственником, будучи монахом, который не запятнал своей души ни одним смертным грехом, он увидел ее во время молитвы, вознесенной над землей на целый человеческий локоть. И он пришел в страх и трепет, что он увидел перед собой ангела в человеческом, женском естестве. И вот для чего церковь особенно празднует память Марии Египетской? Целое воскресенье ей посвящено, целую неделю. И для того, чтобы каждый из нас, впадая в тот или иной грех, всегда знал, что нет такого греха, который бы мог затмить милосердие Божие, победить милосердие Божие. И вся проблема всегда в человеке. Бог готов хоть тысячу раз на день нас прощать, лишь бы человек осознал. Вот осознание греха, как пишет Иоанн Златоуст, и это уже не полное зло, а половина зла. А Мария Египетская показала вот эти удивительные плоды покаяния святости, достигнув величайшей святости. Я желаю каждому из нас познакомиться, просчитать житие Марии Египетской, попросить ее помощи и оставшуюся часть поста достойно пройти, принеся обильные плоды покаяния. Аминь.